Мы за здоровый образ жизни. Жизни в стиле смарт, говорят сотрудники компании «Велкомы», не отделяя красивые фразы. От их воплощения в жизнь организовывают акцию под названием «Велосити». Велосити. Велосипед, как основная составляющая названия, не случайен. Именно этот вид транспорта поможет белорусам стать здоровее, а также улучшит экологию. Не согласиться трудно, но великом место. Продолжают креативные велкомовцы и первый шаг в создании парковок, которых во всех белорусских городах весьма не хватает. Велосити, в переводе с английского языка, это стремительность. Велком, всем известно, с чего образовалось, это велосити и коммуникации, то есть стремление к быстрой и доступной коммуникации. Ну и безусловно, тема велотема, все это вместе связано и образует одно общее название «Велосити», которое также в переводе с английского языка может приводиться к «Велогора». Основной девиз нашего проекта – «Великом место». Это означает, что мы с удовольствием вместе с горожанами найдем применение и место хранения их двухколесных друзей в городах. И первое, с чего мы начинаем, это велопарковки. Спортивный Брест руками и ногами за подобные инициативы, поэтому для того, чтобы в городе появилось как можно больше парковочных велосипедных мест на Грибном канале с полудня, стали собираться активные велолюбители, подтянулись к ним и те, кто не причисляет себя к таковым, но за доброе начинание готовы покрутить педали. С удовольствием езжу, с удовольствием поддерживаю эту замечательную компанию каждый год. В этом году решили сделать подобные мероприятия. На мой взгляд, это просто уникальное событие, потому что я говорю уже, что надо это делать в Минске, так как я, собственно говоря, родом из Минска. У нас эти проблемы, я очень часто езжу на велосипедах и постоянно какие-то, говорили уже, бордюры, пешеходы, машины ездят. Я уже не говорю про экологию и все остальное. Поэтому, почему бы и нет, поддержал. Я уверен, что, так как проект рассчитан на три года, попомните мои слова, как минимум он будет идти пять лет, как минимум. Вот так. Я за спорт, и поэтому я здесь. И вы за велодорожки в Бресте? Конечно же, это я же еще раз говорю, это мой родной город. Я хочу, чтобы здесь было много велодорожек, чтобы люди занимались спортом. Я сейчас проехалась пока с микрорайона в Восток. Приятно была удивлена. Люди бегают на роликах, на велосипедах. Это же здорово. Для того, чтобы в городе Бресте стало как можно больше парковочных велосипедных мест, необходимо было принять участие в велоквесте, главная задача которого проехать не быстрее всех, а зачекиниться, то есть отметиться на большем количестве точек. Именно от этого зависит, сколько парковок будет установлено в городе. Понимая это, брестские велосипедисты постарались собрать для участия в акции как можно больше людей. И приезжали к месту старта велоквеста с семьями и организованными командами. В любом плане здоровый образ жизни – это хорошо. Мы стараемся участвовать вместе с сыном, вдвоем во всех акциях. Велопарковок однозначно не хватает. Мы в город выезжаем, утром в сад, вечером в сад, в велосипед в центре поставить практически негде. Как беспризорные стоят. Поэтому? Да. Поэтому мы приехали участвовать в увеличении количества парковок в городе. Брещане сработали весьма продуктивно и заработали баллы на установку 10 парковочных мест. Так что старт дан довольно успешный. А значит в Бресте будет место великом с пометкой от велком. Великом место, говорит велком. И поэтому приглашает всех активных велобрещан, всех любителей активного образа жизни поучаствовать в нашем велоквесте и в том числе оставаться вместе с нашей компанией. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.